В конце предыдущего видео я обещала, что мы приступим к созданию новой игры, которая в дальнейшем станет многоуровневой. Но вспомнила о том, что у нас есть один проект, который требует доработок. И в этой части, уже третьей, восьмого урока, я покажу небольшие хитрости. Здесь мы сейчас улучшим сцену нашей танцевальной вечеринки, которую мы делали давным-давно, в самом начале нашего курса. Итак, я перехожу в Scratch, открываю этот проект и сейчас покажу, что там можно доделать и как сделать более красиво. Итак, вот наш проект. Кто не помнит, сейчас я его запущу и мы увидим нашу анимацию. Я выключила звук, чтобы долго не рассмотреть, чтобы только напомнить. У нас у сцены два фона, которые меняются. И меняются они в скрипте просто каждую секунду, появляется следующий фон. Но фон номер два не совсем аккуратный получился. И я обещала, когда писала видео, что сделаю здесь немножко покрасивее. Как это можно сделать? Это можно сделать, научившись управлять средствами заливки, в данном случае вот этой вот палитры, и получать новые эффекты. Вот этот вот вариант заливки, если мы сейчас выберем инструмент, называется градиентным. То есть это переход от одного цвета к другому. И мы тогда задавали, здесь оставался белый цвет, а этот цвет мы меняли. Но если мы посмотрим на первый фон, то здесь видно, что вот если мы так заливаем, то теряется внизу прозрачность. Вот я сейчас выделю, ну здесь все сгруппировано, разгруппирую. Вот выделю лучик, и видно, что сверху он белый, а снизу он прозрачный. То есть градиент переходит в прозрачный цвет. И этот прозрачный цвет мы тоже можем задать. Как это можно сделать? Давайте перейдем к этому фону, и я покажу. Берем инструмент заливка, и здесь у нас в палитре два таких квадратика. Как раз это те самые два цвета. Нам нужно, чтобы второй цвет был прозрачным, то есть чтобы его не было. И есть такой инструмент, задать прозрачность. Вот он, если мы на него нажимаем, здесь у нас перечеркнуто, и цвета на самом деле нет. Но нам нужна прозрачность только для одной части. Если мы сейчас вот так вот возьмем и зальем, вот получается лучик в другую сторону. Не тот эффект. Нам нужно, чтобы сверху был желтый, допустим, а снизу был прозрачный. Мы щелкнем еще раз вот по этим двум квадратикам. Если по ним щелкать, просто они меняются местами. И прозрачный цвет у нас остается нижним, а верхний нам нужен желтый. Вот сейчас у нас желтый будет переходить в прозрачный. Вот, видишь? Заливаем. Получилось значительно лучше, у нас получился такой вот цвет падающий. Давай сделаем аналогично для вот этих лучиков, но уже с другим цветом. Берем малиновый и тоже с прозрачностью. Вот так красивее, правда же? И зеленый тоже. Ну, здесь можно подобрать какой-нибудь зеленый, наверное, и не очень подойдет. Ну, вот давай сиреневый. Вот так. Потому что зеленая сцена у нас получилась. И сейчас, если мы начнем менять фоны, то они уже выглядят значительно красивее. Ну, давай запустим. Вот мы получили эффект света. Еще раз повторяю, нам нужно было в инструменте заливка определить второй цвет, вторую составляющую в градиенте прозрачную. Чтобы это сделать, нам надо поменять просто местами эти вот квадратики для задания цвета и выбрать без цвета. Потом опять поменять местами и уже для этого квадратика задать тот цвет, который мы хотим. Ну, например, вот сейчас я могу сделать вот такой. Или, допустим, вот эту заднюю часть мы можем сделать вот теперь сиреневой. Вот такую вот разноцветную сделать сцену. Вот и все. Ты можешь сейчас открыть этот проект и научиться перекрашивать его красивым градиентом с прозрачностью. Ну, и в следующей части, точнее, этого урока, все-таки мы начнем делать новую игру. Продолжение следует...